Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Минулої суботи гурт влаштував гучну презентацію нового кліпу на композицію «Перевернуться татмір просто». Цікавим є те, що цей трек – це продовження пісні «Я найду тебя», яку бенд записав ще у студентські роки. У зйомках ролика взяли участь чимало вітчизняних селебрітій, серед яких Віктор Скуратовський, Маняша та Іксель Делюкс. Бажаєте дізнатись більше про свіже творіння команди? Тоді не перемикайтесь, адже в гостях у «Гутен Морген» не ваше діало рекордс. «Я для тебя только сердце открою, мне непонятно, хочу быть с тобой, нам до небес дотянувся руку, где ты скажи, я лечу за тобой». «Дивлюсь в очам, не вірю», – сказал Вадим Ярошенко, коли переглядавши на візитівку. «Що у тебе? Тебі протерти?» «Не, ну там такая взрослая дівушка, а вот здесь Чара такая молодая. Кстати, Чара, почему Чара?» «Потому що вот такая родилась прекрасная сразу, і вот родители уйдили і сказали, она нас очаровала». «Ты хочеш сказати, що це по паспорту?» «Конечно». «Ничего себе! Порядок тоже по паспорту?» «Конечно». «У нас всегда порядок». «Ах, короче, брюхуны пришли, я понял. Не моё это дело, спрашивайте у них по-моему». «На самом деле Никита Лишнев только по паспорту здесь, да?» «Скажите, у вас же поменялся вроде бы состав, да, в группе или нет?» «Ну, мы на самом деле же собрались специально для свежей крови. До этого у нас было творческое объединение, мы музыкантами ездили, лабухи были в клубах. Вот, и поэтому наш состав в принципе не меняется, мы просто, нас больше становится». «То есть, ну Чара ведь тоже не изначально не из первого состава, не из того состава, который победил. Принимал участие в свежей крови?» «Да, тот состав сейчас, мы вот «Братка» песню клип сняли буквально на днях, и как раз старым составом». «Слушай, ну почему ты такая сука? Клип был снят на эту композицию, ну в принципе классный. А потом у тебя пошла лирика, да? С чем она была связана?» «С внутренними, внутренними жизнями, ну тогда ты меня еще не знала». «То есть, ты такой сначала брут выдал, а потом раз и…» «Я думаю, я больше не вернусь к лирике, я думаю, последняя наша лирическая работа. Мне все-таки больше нравится сатира, я в этом себя нашел». «Разочаровался в любви?» «Нет, я разочаровался в музыке по любви». «Я тебе скажу, если надумаешь расчаровывать эти кухни, свернись до Вадима Ярушенко, он тебя проконсультует». «Ты еще рассказал про ноги в служебном революбе». «Ты никогда не женишься, если я тебя проконсультирую. Не надо. «Может, вот у нас, ты выпускает твоя майбутняя дружина. Кто знает?» «Может, она хочет тоже попросить у тебя прощения». «Алло, готен морген». «Алло, готен морген». «Ой, зов всем на дружину». «Доброе утро, как вас зовут?» «Доброе утро, меня зовут Сергей, город Криверов вас беспокоит. Хотел бы узнать у ребят, вот я хочу их увидеть в Туре, я хочу увидеть у тебя и в городе с концертом, с огромным концертом. Как говорится, ну так, знаете, много-много публики узнают, будет такое или не будет? Когда их ждать?» «Можно я отвечу?» «Спасибо большое, как мы обычно отвечаем». «Братан, мы обязательно приедем в твой город. Проблема в том, что сейчас нам нужно записать еще несколько брутальных песен, так как с лирикой не очень удобно качать толпу. И выйдем, думаю, к сентябрю, к октябрю, да обязательно в Украине проедемся». «Тобто вы хотите прославитись как брутальный город?» «Нет, не брутальный, просто мне…» «Вы не хотите прославитись взагалі, вы просто хотите стати відомыми и популярными». «То есть вы считаете, что лирика не качает?» «Нет, она качает, но ее слишком много набралось за время за это. Ее стало намного больше, чем той музыки, под которой можно отдыхать на концерте». «У кого набралось?» «У нас, у меня лично, в моем архиве песен, текстов». «Серьезно?» «Почему мы это все не слышим? Ты же не выпускаешь?» «Да, я не выпускал год, мы или два молчали, вообще ничего не выпускал. «Ну ты о чем Фагота говорит? Молодая группа, и начинаешь говорить, вот же у вас классная песня, а они в ответ, да это уже старая, а им всего месяц, да? То же самое у вас, да, происходит? Ребят, ну смотрите, переройте, и лучше всего, знаете, возьмите какого-нибудь независимого эксперта, типа вот Фагота. Пусть он вас послушает ваш материал. Мы только пересекались с ним, я думаю, обязательно надо будет. Он, может быть, своим глазом, может быть, увидит хиты, которые вы уже прошли и забыли. Давайте поехали дальше. Мы сможем сейчас посмотреть вашу песню, между прочим, о которой мы говорили. И когда ты ее презентовал, я даже слышал, что ты извинялся перед девушкой. Ты ее обидел, да? Ну, думаю, не нужно возвращаться прямо в подробности истории. Ты обещал достать звезду прям. Вот он. Достал. Достал? Достал. Это она? Он достал достаточное количество звезд. Ты так достал звезды, что они уже просто не зажигаются. Давайте мы посмотрим сейчас видео, о котором мы сейчас говорим. Называется «Перевернуть этот мир». Да? Да, да, да. Это уже старое видео, правда? Уже относительно уже, да. У нас еще две видеоработки. Ну, давайте посмотрим. Не ваше дело, называется группа. Не ваше дело, рекордсы. Эта песня называлась «Перевернуть этот мир», где Никита извинялся перед девушкой, забыв старую добрую поговорку, что ошибки нужно не признавать, их нужно смывать кровью, как говорила моя бабушка, и ушла ловить курицу, готовить нам борщ. Давайте поговорим об интернете, потому что сегодня мы празднуем Всемирный день интернета, и наверняка вы молодые люди. Кто, как не вы, наверняка являетесь самыми, что называется, заядлыми пользователями? Кстати, как вы считаете, как лучше всего раскрутить клип, раскрутить песню? То есть ее нужно отнести на радиостанцию, на телевидение или просто запустить в сеть? Это уже два разных вопроса. Я один задал, тот раз уже. А я люблю много вопросов. Попробуйте. Выбирайте, какой вам нравится. Можно? Воксекс. А вы вообще, знаете, отвечайте вообще третью. Так и я вот тогда, собственно говоря, и выбрал этот галстук, чтобы лучше... Да, можно поесть. Нет, на самом деле, я думаю, хорошая песня должна быть везде, и на телевидении. Телевидение – это статус, как ни крути все равно. Интернет – это популярность срединародная какая-то, да, такая. Радио – это для таксистов. Они тоже люди. Ну, я думаю, везде должна быть хорошая песня. Но, к сожалению, наши песни немного горячие для радиостанции. Вот последняя, особенно, которую мы сейчас выпускаем. Вот со Славой Вардой мы сняли клип сейчас «Братка», который мы сегодня исполняем. Ты же сказал так, как это говорит Слава Варда. Он, Варда такой же, на мурке, прям бандит из бандитов. Я послушаю, Славик, ты интеллигентный человек, у тебя же родители интеллигентная семья. Что ты творишь? Братка, слышишь, чуешь? Откуда это все? Видели бы вы его на съемках интеллигенции. Как внешность обманчивого, правда? Нет, очень хороший человек. А кто сказал, что плохой? Очень-очень позитивный. Я просто с ним относительно недавно знаком, и очень приятные впечатления от человека. Где вас можно найти, наши зрители интересуются, по поводу фейков, где вы настоящие, на каких сайтах? Вот у меня страница верифицирована, у меня в ВКонтакте есть галочка, там я удалила всех друзей, правда, всех отправила в подписчики. У меня теперь там где-то 100 друзей и там 5000 подписчиков. Бывшие друзья Никиты Вишнева, он не виноват. С чем связано отправление в подписчики? Потому что Юрий Калиновский тоже очень жесткий. А это обязательно на основе для верификации. Попасть в друзья просто я не могу. Я доказывал ей два месяца, что я достоин. А потом говорит, зайди в игру, зарегистрируйся, мне рубины или бриллианты нужны. Вот ты Ярошенко. Ну-ну. Все, просто в одноклассниках где-то были. Говорят, что одноклассники это же для стариков. У меня отец сделал столько, что живет в Иране, у меня у старшего поколения, да, скажем так. И я с ним общаюсь через одноклассники. Скажи, это так мило, когда твой папа добавляет тебя в друзья. Да, вот. Это незабываемо. Это да, прокомментируй, пожалуйста, фотографии. Вообще, знаешь, там вот есть такая интересная опция такая в одноклассниках. Кем вам приходится этот человек? Там очень, кстати, надо поправить. Там надо не хватать любовницы, бывшая номер один. Ну да, бывшая номер два. Это вообще ни разу в жизни не набачив. Или временное выучение, да, еще так просто. Кстати, что касается интернета, вы считаете себя интернет-зависимым или все-таки вас обошла эта болячка? Я однозначно, да, я однозначно интернет-зависим. Я сижу за компьютером, даже когда работаю, так как я музыку создаю, аранжировки, у меня всегда фоном впечатлен интернет-контакты, все сети социальные. Мы сегодня рассказывали, между прочим, да, не выспался, я не боюсь, да? Потому что сидел в интернете. Потому что я здесь, да. Глаза, яручки. Кстати, огласка. Користовачи мережи интернет моргают близко десяти разів на хвилину, тоді як люди, які не використовують интернет, моргают принаймні два рази частіше. Моргайте чаще, они сейчас смотрят на меня так, как будто они не сидят в интернете просто утро. У нас есть звонки для вас. Моргайте чаще, звоните постоянно. Алло, здравствуйте, доброе утро. Алло, алло. Алло, доброго дня. Доброе утро. Скажите, как вас зовут? Мене звати Андрій. Андрій, очень приятно. У нас есть гости, наверняка, вы звоните к ним. Ваш вопрос. Моё питание, ну, у меня два питания хотів би задати. Ну, перше, коли вони будут снимать их кліп плавогосовым на пісню всіх, и друга, це, або, а, скажемо, це, где вони берут проще на съемки кліпів, у них кліпів, якби, вроде бы, багато, допускается проектов, а зняти кліп, это не так дешево. Я второй вопрос просто не розслышав. Повторите, пожалуйста, о конце концов. Когда будут деньги на клип «Бррррр»? Нет, где вы вообще? Нет, нет, когда снимать клип «Бррррр», я думаю на курсу завалила дену. А, я понял, бро, всё, я понял. Отпичите в интернете, сегодня это модно, по крайней мере. Я понял, на самом деле с Сашей Джо мы уже давно договариваемся снять клип на песню «Брррр». Второе название я уже не буду произносить этой песни. Это его авторская песня, когда-то её Спотапом пел на Гутен Моргане, кстати, давно, ещё года два назад. Но мы никак найти Саши не можем Саша вечно с дискотеками где-то ездит Занимал Саши у вас деньги? Он потом меня не простит И мы никогда не снимем этот клип Я просто тоже с ним дружил Не могу его найти Горят, в этом дискотеке где-то И краснеет потихонечку Мы шутим Нет, ну вообще Человек поинтересовался, откуда у вас деньги Откуда у людей берутся деньги на съемки клипов Да мы же снимаем своими силами Я режиссер по образованию Нам помогает сейчас Богдан Якименко Это наш хороший друг и режиссер наших последних Вот трех картин Он Мы просто по дружбе это делаем Я на локации, потом мою посуду Стирает вещи Моя-то девочка Кто-то зависит от интернета А кто-то вообще в рабстве у группы Не ваше дело Я просто ищу рекламу Мою посуду Ты знаешь, не зря говорят, что да, вот ищешь где-то там А ведь настоящее, оно оказывается рядом Я здесь, что ты ищешь? Все уже здесь, вы нашли И мы нашли с вами Мы предлагаем ваше внимание сейчас от группы Не ваше дело, а рекордс Ту самую песню, которую мы так долго с удачей Братка называется она, да? Да-да-да-да Мы сможем это услышать прямо сейчас Да Тогда вот этот пятачок, а точнее Винни-Пух Как нам пройти? Вот так Вашей власти Да проходите уже как-нибудь Да что же, прямо Такие песни поете, а еще что-то стесняетесь На пролом пошли Как можно в шоу-бизнесе, да? Ну правильно Мы еще также знаем, что Сергей Порядок, директор группы Тоже иногда присоединяется к ребятам Но это по настроению Не знаю, появится ли оно в процессе данного выступления Но будем следить Итак, если вы готовы, то аплодисменты сейчас прозвучат в вашу честь Такая утренняя песенка для хорошего настроения всех Наверняка я буду знаменитым музыкантом Когда-то я забуду, как жить на одну зарплату Скажу «one two» в микро и сам буду судить все батлы Смешаю стили, блин Барт, хоуп, хип, кантри Мне скажет Гуф, мы будем с ним уже тогда знакомы Друг обратный Я прочту ему тексточек новый Нагана одобрит Я буду доволен Пата-пата услышит, блин, и двинет кори Наверняка я тогда уже сдам на права Так брось, братан Скажет наш президент мне тогда И про не ваше дело Всем-всем расскажет така Отличного раба, хапни, который делаешь про два А может даже всей движухой двинем на моря И Влади с нами здесь В компании своих ребят В общем-то есть как есть Это же тушка моя В будущем все будет нормально, короче говоря Это когда наступят, братка Времена, где все в порядке Представь, проходит время Мне давно дала лопада Прожил полгода сбьен Видел кака-кала Не, Никита, это за фигня Что контроля слова Ты уж прости, но рифмой забита та голова Никита Вишнев пишет рэпчик под гитарочку И в будущем айпад мне не заменит в клеточку тетрадочку Денюжку в карманчик, не доверяя карточкам В плане я не в курсе, сори, дамочка Все так же во дворах расселись все по лавочкам Лодочки чарочка, переживает мамочка А малолетки сигарета между палочек Народная закалочка Возможно, буду как король Ну блин, не то, чтобы мой рэп со мной Возможно, мы так же будут беситься Беседники дотошные На улицах будущего, брат Будет все из прошлого Мне как городской девице хочется романтики Но на улицах одни пацанчики и братики Вечно мутят мутки, цепочки, мобилочки Залипают со сетям, брюнеточки, блондиночки Небо не меняется, не меняют принципы Пусть мечты сбываются, мне столько принципов Небо жить после шести и оставаться стройным Новый лайк на этом треке Теперь довольны Эх, когда наступят, братка Времена, где все в порядке Давай Эх, когда наступят, братка Времена, где все в порядке Эх, когда наступят, братка Времена, где все в порядке Эх, когда наступят, братка Времена, где все в порядке Ей-ей-ей, это не ваше дело, рекордс Чара, МС, порядок Никита Вишнев, специально для вашего хорошего настроения На Гутен Морген Времена, где все в порядке Эх, когда наступят, братка Времена, где все в порядке Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok